Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровал. Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровал. Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровал. Господи, благослови наше занятие. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Слов Твоих Божественных. Господи, пребудь с нами и в этот воскресный день. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сыну, Святой Духу. Аминь. Так, кто просел, я сделаю объекты, и тут всего ничего. А то больно ли это у нас, что ли? Вот есть такая газета. Русь Святая, храни веру православную. А лампада. Лампада номер 2, 236. За какое-то февраля. Ну-ка, скажи, за какое? Вот. За 6 февраля, 17 год. 17-го года. А, вот. Так. Ну, все, понятно. Вот она, как газета выглядит. Священники тут, но в Алтайке выпускают. Так, где Галя? Что с планом? Ну-ка, сюда, зовите ее быстрее. Смотреть газету. Вот она уже. Прочитаете статью, да? Сейчас прочитаю. Слух, иди сюда слушай. Можно я посмотрю вот эту. Считать хочешь? Собирайте. Кто будет читать? Иди, читай. Красивая какая. Красивая. Это фотография ее, конечно, красивая. А что легало тогда? Так, посчитай, вот она. Внимание. А зачем убираете? Пусть лежит. Гнете ее, ломаете. Пусть она все равно. А, не надо, да? Вообще не убирайте больше книг. Ладно. Еще такой же. Без сарки наши. Так, полное молчание. Нет, всегда убирали. Постоянно жить на чеку. Считай. Ты сегодня сидела за... Вот эту статью. Да. И слова. Отойдет. Ну, ты понимаешь, нет. Отойди, сядь и слушай. Главное нарушить тебя. Статья называется «Дивен Бог во святых своих». Анна Мразовна Калаян является принявшей смерть за Христа в наше время. Анна Калаян родилась 18 декабря 1987 года в семье курдов-язидов. Так, быстренько девочек пригласите сюда, а ты их касаешься. Девочки сюда, девочки. Стойте здесь рядом, слушайте стоя. 1877 год до ночного молодого. Слушайте, ни слова не говорите. 29 лет. Перерабатывайте в себе. Давайте. Иди, оставляйте, я не пойму, девочки-то. Идите, девочки, послушайте, какая тут была история. Вам подсгодится. Это 13-й год, она в 13-м году умерла. Давай. 13-м, да, значит. Начни сначала. Анна Мразовна Калаян является принявшей смерть за Христа в наше время. Анна Калаян родилась 18 декабря 1987 года в семье курдов-язидов. Проживала в станице Басковской, Шолоховского района Ростовской области. Осенью 2012 года девушка, уверовав во Христа, приняла православие. Таинство крещения в Сретенском храме в станице Басковской совершил настоятель храма протаерей Валерий Харитонов. Анна стала активной прихожанкой, несмотря на угрозы со стороны своих родственников, езидов. Старалась все свободное время проводить в храме, старалась помочь всем, чем могла, и бралась за любую работу по храму. Родители девушки, ее родственники, вся община езидов пытались убедить Анну отречься от Христа и вернуться в езидизм. Но все их попытки, в том числе избиения и угрозы убийства, оставались безуспешными. Наступил рождественский пост. Анна часто приступала к исповеди и святому причащению. Готовилась встретить Рождество Христово, пошила себе красивое платье, но встретить праздник Рождества Христово здесь, на земле, ей уже было не суждено. В ночь на 4 января 2013 года девушку замучили до смерти собственные родители. Анне сломали сначала обе ноги, чтобы она не смогла убежать. Затем отец стал бить ее арматурой по всему телу, а мать била поленом по голове. Каждый удар сопровождался требованием отречься от Христа, на что мученица неизменно отвечала отказом, вплоть до самой смерти. Таким образом, когда Святая Церковь празднует День памяти великомученицы Анастасии Уза-Решительницы, приняла мученическую кончину за Христа от рук своих родителей новомученица Анна Калаян. Отец взял на себя всю вину за убийство дочери и был осужден на 7 лет. Мученицу похоронили на язидском кладбище вблизи хутора Верхнецтокинского, отдельно от язидских захоронений. Могила мученицы Анны почитается православными верующими. Мне удалось пообщаться с протеереем Василием Хадыкиным, клириком Шахтинской епархии, который сообщил, что они почитают Анну Калаян на Верхнем Дону, как святую мученицу. Как руководитель ипорхиальной комиссии по канонизации святых, он собирает все материалы, связанные с ней, для канонизации новомученицы Анны в Русской Православной Церкви. Источник 5 лет служения Шахтинская епархия, монах Мадай Маамди. Ну? Ну? Нет. Почему она? Спрашивает, это мусульманство? Мусульманство или нет? Нет, она не мусульманка. Это курды были, язиды. Это язычники. Язычники, как, видимо, за раз 300. А во что верят-то они? За что они ее... Николай, непоклонникам. Так, все черные, давай, начинай. Первое послание к Тимофею, апостолу Павлу. Предисловие. Если же кто-нибудь спросит, почему апостол не пишет Силе, Клименту, Луке или другому, кому из многих бывших при нем, а только Тимофею и Титут, то на это можно сказать, что те еще сопутствовали ему, а этим он уже поручил в церкви. Поэтому необходимо было предостерегать их через Писание и объяснить то, что они должны были делать. А если спросишь, почему он не усовершенствовал их ранее во всякой божественной премудрости и тогда уже поставил бы их на дело учительства, но пишет к ним и доводит их до совершенства после того, как верил им учительство. Знай, прежде всего, что никто не совершенен, хотя был бы и учителем. Напротив, и такой человек много нуждается в руководстве со стороны более совершенной. Особенно же нелегко было самому епископу все устраивать своим словом в только что возникающей церкви. Затем обратим внимание и на то, что во всем послании дается Тимофею не такое наставление, как ученикам, но какое прилично учителю. Глава первая, первый стих, первое послание Тимофею. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей толкования. Поскольку он намерен писать законоположение Тимофею, то провозглашает себя апостолом, чтобы слово свое сделать достойным без прикословного приятия. Не мое, говорит, буду изрекать, но пославшего меня, смотри же, будь послушен. Но так как велико было звание апостола, то что бы ни показалось, что он гордится, прибавил по повелению Бога. Не сам, говорит, я восхитил это, но долг имею неотложный и владычное повеление исполняю. Выражение по повелению сильнее выражения призваны. Хотя нигде отец не давал ему повеление, а Христос, я пошлю, сказано, тебя далеко к язычникам. Деяние 20.21. И еще, тебе должно предстать пред кесарем. Деяние 27.24. И Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савва. Деяние 13.2. Но принадлежащее Сыну и Духу, говорит он, принадлежит и Отцу. Слушай, что следует дальше. Видишь ли, повеление это общее. Обрати внимание и на то, как Давид говорит о Ватце. Упование всех концов земли. И сам апостол Павел в другом месте говорит, уповаем на Бога Живого. 1 Тимофея 4.10. А теперь Сын называется нашим упованием, надеждой. И таким образом у Отца и Сына все общее. Апостол благовременно употребил эти синонимы спасителя и надежды. Так как учитель борется со многими трудностями. Ибо вся надежда обращается на него, чтобы когда он падет, скорее пари и те, кто находится под его наблюдением. Как сказано, порази пастыря и рассеются овцы. То не должно говорить падать духом. Ибо мы имеем спасителя не человека, но самого Бога и Отца, который скоро избавит нас от опасности. Посему мы переносим несчастье, утешая себя этими двумя мыслями. Или тем, что мы скоро избавимся от них. Или тем, что питаем в себе лучшие надежды. Вопросы? Комментарии? Я тебя спрошу. Ты кому-то письма писал в письменном виде? Писал. Сколько писем примерно за год? Мало. Ну, слово мало, как мало? Мало это не объясняет много. В сравнении с библиотекой мало. А в сравнении с чем-то, может быть, и много. Вот отдельный том. Льва Толстого. Отдельный том, одни письма. Третий том, Иоанна Златоуста. Письма. Третий том из 12-томника. Писал. И какие письма-то писал. Я насчитывал, знаю. У Чехова письма есть. А есть такие, у которых ни одного письма нигде нету. Я у Высоцкого никаких писем не читал. И даже я не поверил бы, что если были бы. Ему это не надо. Зачем он? Он все время даже где на таганке играл. И постоянно срывал там это. Приходил пьяный и ничего не могли сделать. Это говорит Любимов про него. Женщик. Я говорю, что буду лгать. Я терепалываю все время. Люди собрались в зале, сидят в пьяньехани. Письма пишет кто? Для того, чтобы писать письма, это называется эпистолярное наследие, должны быть какие-то определенные качества. Какие? Это письмо Павла. Послание к Тимофею. Это написали послание. Ну, посланное ему Тимофею. И почты не было. Почта-то начала работать, может, через тысячу лет только. Которая в любой момент могла отвезти письмо. Я вот посылаю посылку. Или что? Володя, пошел, сдал, все. А дальше не заботишься. Везут через границу. Номер у нее написано. Я каждый день слежу, где она идет. Я ее вижу, эту посылку, где она движется. И говорит, дошла до конца, но еще не востребована. Я им сообщаю, туда они идут, берут. Вот дошло время. Пишет письма тот, кому есть что сказать, наказать, и у которого не нарушена живая связь. Не говоря, там, мститель, что-то написать где-то. А вы как думаете, Христос писал письма или нет? Вот это вопрос. К Авгарию. А? Слушай, что говорил? Авгарию писал к Христу. Да, единственное письмо, которое известно. Царь был такой, едеский. Авгарию. 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 Но это предание сохранило. А так писали все, которых мы знаем. Сталин нигде не писал, ни одного письма нет. Нету. А зачем? Нет человека, как он говорил, нет проблем. Все закончилось. пишет письмо которого есть что сказать меня одна же школе еще когда учились пришел директор математики цыганков был потом сказали он профессором стал где-то в университете я вот так и помню какой он был голова такая как квадратная как он у себя был над ним один раз решили там учителей и спортзала принесли две гири двухпудовых и к гирям поставили не выйти еще учителям нельзя ну хохмели то он никаких смотрим он эти две гири вот так вот поднял и идет с ними как будто у него все на него глаза ой 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 он не просто там натяжка вот так прижал гири для двухпудовых гири и он говорит вот такой-то луарье написал письмо и смог такое небольшое двенадцать страниц но он в конце написал извини меня у меня бы не было время чтобы написать короче это мы когда пишут у меня было время написать подробно то я в то время не понял все таки сработало что что-то здесь есть а что не знаю и ходила размышлял думала еще думать когда не основание то никакого нет лев толстой писал письма интересно как он отозвался афанасий афанасий щепет грачи пропали а на той горой все грачи летали да как сеть мелькали вон на той горой а толстой написал такие стихотворения может написать и лошадь если бы она умела губами говорит переносить бумажки с места на место и лошадь могла написать его никакая власть не тронет ничего никогда не видел ничего а вот еще хазнись вот это товарища твоего-то первого загребут вон там его власть трогает и везде но я доверять ему буду больше всем чем всем молчу нам потому что открыто его взяли а почему так говорил он может может доказать он начнет их обращать словом а пишет ли он письма не знаю у нас был один начал стал священником патриархии патриархи жил получил письмо от матери мать видно что любите ваш почерк такой большими буквами пишет но нормально и где-то страница листа два с лишним я на следующий день бежу она в мусорке валяются я подошел и говорит от кого письмо то получил от мамы а где она выбросил ах как-то мог выбросить мамины письмо выбросить до тебя мама то 1 мне это бог дал понять у меня писем только переплетенных после того как меня выпустили из тюрьмы а сожгли может быть 100 книг книг по 650 страниц каждая книга переплетенная письма и после этого еще 77 томов 1200 писем только в год писал когда я на почту не приду там пачка придет и каждое письмо у меня было иногда по 10 по 12 листов сколько же время тратил на это невообразимо почему потому что я списал 7 8 экземпляров на папиросной бумаге на машинке и ко мне когда люди приходили у меня библиотека была хорошенькая они еще и нет они под номерами эти стоят переплетенные не узнают что это письма книги я переплетчик сам и они мои книги брали эти письма и сидели и считали придут не библиотеку берут а это видимо сейчас письмо тебя да вот так после пожара я тут раздавал библиотеки организовал там все где мы ездили какие были беседы какие билеты покупали высакиевский собор смотрели там все сейчас цены другие все абсолютно есть то есть никакого секрета нигде не было я к чему подговаривает апостол павел когда писал он писал то есть мама с как мир вам и дальше уже начинаем про своих голубей писать он не так он делать какое вступление грамотный петр этот счета подражал как будто ему он захватал все говорят до конуса уже учитель зачем и учить учитель всего не знает при много опытности он отдает опыт свой а вот как поступать с теми то не знают а вот есть люди которые запрещают в брак вступать говорят женатому не спастись ну и трудно спасать это конечно а вот если пищи так вот такой и пищу есть нельзя и он называет это бесовским мужчинам павел бесовским и он пишет как каноны когда писал павел то я думаю он был прозрительно но о том что это будет размножено и миллионами экземпляров невероятно невероятно новый завет библия было уже извином 320 миллионов это давнище устарелая уже сейчас намного больше уже кое-что теряется отдельное евангелие думал ли он что где-то на севере будут такие люди которые не будут знать еврейский язык вообще буквы шеи несчастно встретишь у нас а у них шма израэль слушай изра дальше иисус ешо иерусалим ирушала им это еврейский язык такой у них больше а греки нам дали они у них у греков то нету буквы шеи нигде в алфавите то они перевели иерусалим ешо и иисус и попробуй нам дохожи что он не иисус а ешо да я вас это говорю у меня плотником вася жил из греции переведен вот есть такая святая шушаника шуша ник а он сидел сидел где не мог написать а когда бух такой-то нету он пишет сусаника ну это как ребятишки спорили спорили смотри говорит ёлка то какая и шишки большие шишки шишки он не шишки а фишки а тут не фишки а сиськи он говорит а не может картавил все сказать что большие шишки так вот так и у нас надо к евреям обращаться у меня был знакомый близкий даже не просто близкий а очень близкий племянницы мои от него родились вот он татарин его звали рома роман а я подошел и говорю тебя как по роман ну как роман то ты же не русских как так-то рамзес ну дело другое египтики был пара он рамзес этот рамзес на подходит маленькая роман вот я переписал до игнать она мне зала инго у них инго вала ну пускай инга инга еще есть и динга там дикой собака будет так на русскую собаку напали как говорит я протокопа вакуум то когда ругались там с никоном и я горюк его лаял я на его тоже лаял ты тоже лаял на кого-то давай пошли дальше это все интересно когда знаешь и он не знал павел этого если бы так и теперь то конечно он знает вот бы встретиться да поговорить в область у зева огромные лая вот у нас помните была она это надежа палана и горинка она не горинка была когда-то как фамилия кто знает в песнопение там написано клини вот она так если ее настоящая фамилия какая была такая невзрачная ну прямо ну какая она была добра она была комендант-смотритель здесь до каждого дела доходило сказал она же надо искать спонсоров где-то я по заводам она мигом пошла когда газету купила всех выпаса и по всем директорам прошла везде из садка строительной и даже горшки ночные выпросила тысячи девищей тут на старом базаре то и как она выходила ты но после неё когда я шел как будто бы там меня ждали уже как она сумела все поставить а сама такая ноги кто помнит и какая она была на снимке есть невзрачная одна знакомая здесь есть большую должен занимает ну кого на меня посмотри на себя говорит она похожа чем-то на неё такая такие черты лица ну добрая добрая себя знает что она некрасивая вот ни одной книги моей не что я без нее издал ее типография на в разных местах когда-то и стволы душа прекрасная один раз мне нужно был книгу издачи кажется 6 тонн а какого цвета то я не знаю какой а потом смотрю ногтями накрашиваю вот такой вот по ногтям определила на 6 тонн сзади лишь какой сиреневый надежда иванова удивительная женщина покажи сиреневый по у нее ногти были так накрашены и и такого цвета взяли один раз не знаю какой говорю красный нет не красного какой то такое как фламинго какой-то у нее платок был вон дальше 9 тонн покажи вот она розовенькая и посмотри какая получилась поверни к ней и какие картинки ни разу не обманула ни разу копейка в копейку посчитать и можно даже постарается по минимальной стоимости она сюда часто приезжал где-то одной фильма нагрузили разгружали здесь книги она часто приезжал да проконтролирует пачки каждая как обделанная отцу между делом я пропал все еще говорю знал ли он что его киев это письма будут тиражировать и будут учиться в семинариях в академиях думаю что нет не знал бог скрывает это вот так ну и когда говорят а то вы приходите оставляйте евангелие вы как считаете апостольский труд делать да нет конечно намного выше как выше апостол да конечно что тут спрашивать апостол еще не пришли рассказали вышли а я им труд всех апостолов даю печатном виде с картинками все сравнивать или пришел поговорил ветром раздуло или готовы я за ним стоял и записывал все теперь отпечатали издали книгу и дали еще больше то а христе рассказать это же как он расскажу чудеса не могу докомонять чудес мы делаем больше чем апостолы апостол павел пришел и ушел а мы 30 тысяч его слов раздали по людям мы уйдем а и люди будут читать но если так но только так и то чтобы там лучше момент такой да мало того сейчас в интернет на версии сейчас мы закончили насчитывать трехтомник вот этот полностью закончили все вот я говорил как он во сколько насколько больше больше 737 в 1 3 в 1 целый 37 сотых раза но за полной библии трехтомник наш больше знаков этом все насчитали и отдельно а если насчитаны салка нету его не может быть потому что наше издание тут много комментариев наших 297 до благословить нас павел попутно сказать вы знаете что их она были в первый век ну да предание сохранила а вот теперь конкретно из биографии иоанна златоуста он каждое утро молился готовился проповеди а секретарем у него был прокал как будто от проклятия первая часть оторвана прокал и нужно больше он после него будет патриархом константинопольским и какого-то обидели тому важного человека последняя инстанция он пришел к иоанну а тот говорит хорошо я понял дело-то принял но только он разберется посмотрел а у него кто-то там есть а когда он прошел не знаю ну а завтра приди пораньше я буду здесь чтобы когда златоу за него когда зашел за то смотри к проходит времени секретарь то говорит сейчас можно заходить и замочью скажу посмотрел а там тот человек откуда он зашел но следующий день решил не отходить прямо и опять та же история и когда он кончил писать идти на службу подошел к нему и говорит а кто у вас был а ян говорит никого не было ну как не было то вчера позавчера тут один посетитель вас с вами встречу и ищет и встречи нет вы все время с кем-то беседовали они посмел прервать так посмотрел на икону а перед ним стояла перед за трусом икона полу вот такой вот на икону показал а он писал как раз толкование на на апостола павла и златоуст понял все дела отложить и начинать скорее писать пока павел с ним толкование на послание павла надо быть чувственным таким явлением пошел 1 тимофею 12 тимофею истинному сыну вере благодать милость мир от бога отца нашего и христа иисуса господа нашего толкования то есть рожденном мной через веру предлог в означает через как и в другом месте апостол говорит я родил вас во христе иисусе благовествование 1 корифтам 4 15 похваляя же его называет не только сыном но и истинным истинным потому что тимофей более других сохраняет сходство с ним по вере и потому что апостол павел искренне любил его очень мудро добавил он в вере чтобы тем более во душевить к ней тимофея ибо если сначала он показывал такую веру что удостоен именоваться сыном павла и сыном истинным но тем более в нее как во всеоружие должен он облечься теперь чтобы не спущаться и не падать духом являть мужественное дерзновение есть дело веры нигде в других посланиях апостол не поставил слова милость а только здесь это потому что по великой любви просит для своего сына большего как бы опасаясь и трепеща за него ему он даровал наставление даже относительно желудка еще и потому что учители имеют нужду в сугубой милости здесь опять утешение ибо если бог отец наш то он заботится о нас как о детях следовательно он и помилует и даст благодать чтобы всем нам быть облагодетельствованными и иметь мир с врагами пока не забыл от прошу вася просил картошки дали ему нет дали ну сколько мешков раздали то мешок 5 должно было быть больше больше ну вот лишь как бог благословил в прошлом году в прошлом году насколько была земля вилла вот так я поставлю на них стану и кота качает чтобы их загнать землю дожди были а потом как жара дала я все как с цементом схватилась и вы кого выковыривалась вот такими комками только и картошку туда выковыривать приходилось прошлом году копали мы никогда в жизни не видал такой беды ну просто растресканная земля и и картошка там после нас копай там столько же можно было набрать ну да что второй раз не копали она разрослась мы все равно накопали хватило да еще и раздали мы же не продаем ее один год как там и накопали 1400 ветер представь себе три огорода было а народу сколько кто-то у нас тогда работал помню работала зубрицкая александра ивана наташа еще кто-то были так девчонка мы ты была да галя была мы там приехали вот здесь рядом какая-то контора там склады принимали какой-то платок купить тетя таня еще была татьяна была но я сдать картошку так вот маленькой девчонки что-то при барахлятся было было приятно вспомнить давай перехватывай инициативу 1 тимофе 1 3 отходя в македонию я просил тебя прибыть в эфесе и выщевать некоторых чтобы они не учили иному толкование обрати внимание какая круткая речь как он говорил к нему голосом не учителя а слуги он не сказал я повелел но просил так должны мы обращаться со своими учениками но с испорченными и не вполне преданными иначе апостол умоляет его остаться в эфесе послание которое он послал к хисяну было недостаточно к посланиям люди относятся не так внимательно прочим может быть это было и до послания предполагают что когда павел поставил тимофея епископом это вероятно ибо он говорил далее следующее не сказал умолять но увещевать что более властно и строго он не назвал их поименно чтобы через обличение не сделать их более бесстыдными учить иному значит вводить иные учения ибо среди уйдеев было много лжи апостолов которые по любви к славе и желание называться учителями склоняли в верных к закону моисееву я учат читаю без желания называться учителями и вот ролик в скайпе то вы скинули откровение раба божия александра да или александра и там один мужчина обличает олег олег да на как это который там был занимался с нами то сватком алектор и она заходит на наши ресурсы и показывать к нему ничего не пристава православная спорит там а прикидывает и вы не знаете ничего выучите то есть хамить ну еще сделаешь одно же где ты был ты знал сравнивал нет мне просто жалко видно как бы к слову божию расположен а понимает то все чисто по сектантский трафарет если бы он изучал из этих отцов а и вот здесь то вот параллель там были лжи апостола они желали чтобы их называть учителями и несли всякую ересь по нашему сказать и вот я жара божий александр то есть и этот его обличает олег что они это откровение божие то не называют они желают просто что-то наговорить на диктофона чего наговорить и у него там несоответствует куча то есть он как будто бы в раю там побывал в аду и он адмирал видел обмирал то на подарок на его самые страшные слова какой он произнес бог свидетель каждому моему слову и дальше его лживая слова говорит и бог свидетель в этом и бог свидетель это уже осужден за это вот я заметил себя то исследуйте написано сами себя это меня тоже кто-то тут тоже александра слышали такого нет я подумал другой александр который заходит если подписаться христианин это уже не православный сегодня христианин это звук вводящий других заблуждения ян затаус говорит православный напиши христианин православное нет христианин баптист не говорит адвентист нет и гавист нет и дальше чего он там видел и видел и говорит там о патриархе где и что ну ничего не сходится не как вида что без сюда этого договорит а без и которые заставляли его и от без от все это но те к чему говорю я ни разу не смотрел его не слушал но только сказали я глянул я понял это не от бога а потом пришлось уже слушать из каждой минуты с каждым сантиметром убеждался первое впечатление то есть внушение как бы было правильное даже не слушал ничего и вижу вот бывает священник здесь один появился такой говорили вы где-то ну все время на сторожи вот у меня сжимается все говорит правильно за говорит правильно да правильно до времени потом раз завернет так и его взять не возьмешь так но знаешь что момент любой на меня кинется вот такое предчувствие то есть осторожно человек без намордника он тебя укусит а он очень известный популярный там везде занятия ведет это другое и вы что-то иметь не имея внутренние чувства говорю я знаю никак не воспримет у никого не принимает его чтобы учителем называли вот это вот как раз полное такое есть и спросить это из него когда он говорит я называю как прорезанный мешок просто сыпется с такой скоростью говорит и знает и все счета где-то в балагурство описание как будто нету ты приведи людей ко христу чтобы он считают поверил же то от духа святого и твои знания это уже здесь не на первом месте будут стоять а были ли такие которых вы считали или слышали которые сразу бы его расположили вас к себе дабы или и было желание встретиться я встретился встретилась и оказалось не во всем и схожие но врагом это человек не станет никогда я помню сижу я что-то клею там это ремонтирую в это время по радио звучит этот голос я послушал это мои мои слова из моих труда потом слушал раз одно слово не моё второе не моё это не моё ну как так близко знать и потом узнал кто это у меня было такое желание вот как на первое свидание горит идет человек так я приехал в москву и встретились мы встретились на дому в этого человека вот там еще были люди это все в книгах моих сфотографировано и есть где интересно кто это такой да зоя александра крахмальникова я называл как девора пророчица израиля вот есть такая горькие плоды сладкого плена заряди и сразу в интернете найдешь брошюрка и и знак мы в лагере по несколько раз за лето и его прочитывали по страницам по страницам он сидим и считаем его лежу я вот так вот но между нами на настеленный коврик тут валентина павловна конева лежит еще кто-то и друг них а она писала и у ней письма кажется там медведь или что на конвертах были все конверты подняла высоко высоко и потом там этот вихрь то ушел а конверты вот так вот летят как они это было такие бумажные и летят в разные стороны и падают на пшеничное поле которое в самом свете такое полу зеленая вот такой высоты и они туда падают но найди где где же это упадешь подвижница подвинулась сонная назад окошко выдавишь вот представьте как было найти огромное пшеничное поле а вот ни слова не кажется три конверта ты знаешь какая была эта разработана операция так пишите что я вижу сейчас пишите у меня видение начались и видение сразу пиши первое дальняя березка с левой стороны которая там в околке растет так второе второе здесь вот с этой стороны это старая лиственница от нее чуть левее градусов на 5 и 3 3 прямо по прямой поняли поняли теперь сотен месте где теперь я взял три решки и пошел и в меня туда командуете чтобы я поставил вешку в этом налево где березка стоит и мне отсюда где командовали я поставил теперь я у меня две решки тот который здесь стоит и там по ними теперь спокойно пячес назад там и пошел конверт один нашел второе от того пол километра народа щила там но я там листиницу сказал на листницу там поставили вешку от это стоит здесь я в этот створ встал с той стороны дальше пошел второй конверт нашел 3 искал дольше там 5 градусов я не сумел точно определить а может быть 7 было на глазок но 3 камер тоже нашли вынесло их один лагерь в лагере были а унесло где андрей живет так за него туда еще далеко поле вот я этот южный пруд только но конечно на поле целая операция была проработана пошли 1 тимофе 14 и не занимались баснями и родословиями бесконечными которые производят больше споры нежели божие назидание в вере толкование баснями он называет не сам закон но наблюдение и ложные догматы они перечисляли обычно дедов и прадедов и мечтает тем воду что смотри церкви смотри мечтая тем присвоить некоторую историческую славу бесконечными назвал или потому что восходит как сдаленные времена или потому что не имеют никакой доброй цели или потому что не имеют ясности трудно уловимые и запутанные вероятно что апостол здесь намекает и на эллинов ибо у них есть мифы и родословия в которых они перечисляют своих богов то есть бог вел такое домостроительство чтобы в нем все было принимаемо верой они вводят изыскания расстраиваются это домостроительство божие или что бог восхотел даровать нам великое явило нас неизреченное домостроительство этого домостроительства благость его вводит вера а никаких они как не происхождение между тем они вводили изыскания как это может быть как мы будем верить относительно будущего изыскание изгоняет веру впрочем для чего господь сказал ищите и найдете еще исследуйте писание первое выражение ищите говорит о прошении сильном желании а второе исследуйте значит изучите подлинный смысл писаний узнайте их и прекратите всякое исследование коментарий на тихон чала на слова феофилакта изучите подлинный смысл писания комментарий длинный наберитесь терпения согласно этих слов блаженного феофилакта изучите подлинный смысл писания его трудно признать православным хотя труды его за последние 10 лет переиздавались многократно и по благословению патриарха но у православных так уж принято постараться достать книгу может быть даже прочитать и благоговейно сохранять на книжней полке не притворять в жизнь написанное в них этого никто не требует и к этому не приучены книги сами собой мы православные благочестивые христиане сами собой в этих книгах якобы ничего нельзя подвергнуть сомнению сравнивая со словом божиим нельзя ни добавить и ни убавить эти все книги признанные православными и одобренные патриархом или православным цензором должны восприниматься полностью и быть вне всякого подозрения как жена кесаря святые отцы понимаете что значит жена кесаря если она изменяет любую женщину можно было хватать а жена кесаря хотя бы она была ветренее любой бобенки на нее нельзя сказать царь кознит нет она вне подозрения жена кесаря ее трогать нельзя я вчера долго размышлял и о чем размышлял вот две полную там по час сорок кажется или по два с чем-то два ролика нюрбинский процесс я перешел при размышленных на китай представь себе два миллиарда и какая дисциплина у нас во сне и не было вообще даже вообразить нельзя и главное поступают по ветковую завету когда они в руках его не держали человек там где-то убил или наркотики статья гласит у них где-то сейчас я не знаю где-то 50 что ли статей смертной казни заканчивается а у нас ни одной нету да чушат мир что угодно делай а у них было такое чтобы как щекотила убил не было ни разу не было два миллиарда и очень показывает ведут на расстрел министра министра тяжелой промышленности я просто говорю там другой министр был он плащет жене разрешено присутствовать при расстреле его она сидит на стадионе виду не подает даже разрешено а его ведут и везде везде стоят офицеры двое ведут он заковано идет далее завели его на самый стадион и теперь все выстрел падает если у него денег не было вот как только расстреляли сразу счет на них поступает заплатить за выстрел это строят там 5 юаней то есть 10 рублей примерно сказать вот заплатите а если у него не было его не расстреляет пока он что-то там не будет делать не заработает за расстрел за пульку за эту и сразу показывает одновременно стоит 70 человек за наркотики и всех тут же девушки стоят а маленькие студентки всех сразу расстреляли и все и сейчас говорят у них политзапрещенные не сидят политзапрещенных размонтировали полтора миллиона на органы который кому-то пересадили а зачем его расстреляют все равно он против власти был и поэтому у него живого берут органы печени то другое языческая страна у них бога то никакого нету они нему не никакие и все пах прямо показывают как они стоят и стоят эти стреляют а вот так голову согнул один падает голову сразу завернул на зато сразу раз выстрел кубоком как это не могли так сделать а почему-то говорят ну допустим я изобрел вот эту штуку другому нельзя у меня патент а китай плевал на эти патенты они абсолютно все берут обувь какая твоя юбка на понравилось все эту юбку тебя там тебя где-то сдернут туда переправят и теперь такую юбку будут выпускать но только сбоку они где-то маленькие пуговки пришют а дескать нет у нас другая модель танки самолеты все переворали самое лучшее вооружение в этой части земного шара пожалуйста нет того чтобы они где-то не утащили и никого не платят за патенты советские то такие же точно были советские то есть такие же были они стали все вооружение перетащил из америки с францией с германией ты не скажи меня психиатрии коза кемерово был судебная экспертиза ну и там про китайцев показали а там это наблюдают регулярно там сидят все и я говорил против советской власти там это по телевизору показывают я мимо проходил и китайцам евро еще судят от советских все и научились она слышала не может написать вызвала меня сидит писать и даже не знает как вы как сказали то там все я понял капут капут мне не до этого я ничего не сказал да нет и ничего я говорю там что-то делает писать это она посидела посидела и забыла что мне хотела на меня жалобу написать она за это деньги получает чтобы узнать опасный и так и прошло я понял за язык тебя тянут затяни язык во внутрь рта вот так вот я что хотел сказать посмотрите дальше говорил не видно вам или нет вот здесь как показать так сделай как на стенку как бы вот так вот посмотрите как определяется тут впереди написано женить вас вас отовство по коленам вот муж и жена вот ящейка муж и жена они вместе дальше идет мои родители но мои то сад мужа мужчина родители отец матерью а это ее невесте на вот между ними здесь какое родство узнать как напрямую не идет только вот так вот через нас это вот это одна вот это вторая черточка двойная 3 от них идет третье колено а теперь вот от ее родить а в баба и отец с матерью вот я не есть а у меня есть брат вот брат ведь и куда идет а у брата есть сын а у сына есть дочь это уже внуки идут правнуки у этой точно так же у жены отец матерью теперь у нее есть брат вот она написано брат а теперь у брата родилась дочь а у дочери там сын и вот теперь каком они расти дочь сыном познакомились вас здесь могут ли они жениться вот это раз два три вот это четвертая полоска пятая шестая седьмая и восьмая могут никого не спрашивать восьмое колено разрешается всем а вот эти между собой могут или нет будут когда от брата сын родился от брата брат моя мой брат а это у жены дочка так считаем раз вот два по цифра 3 дальше идет 4 5 6 6 идти к епископу вот как очень просто определяется тогда какое колено это я знаю что сейчас спросить какое колено даже в загсе могут быть не не скажет даже а у меня во втором томе там все это есть нарисована понравил посмотри вот дальше что я хотел сказать вам понятно очень просто поехали святые отцы так не учат они приучали свою посту проверять даже их речи кирилл иерусалимский говорил чтобы не верили ему если слова его не сходятся с библией а я златоуст решительно говорил о чем нет в библии о том не рассуждаем отношения к православным книгам у православных верующих трепетно боязливая потому что там стоят мысли святых людей но у святых людей не всегда мысли были согласны с библией хорошо говорил серфим саровский когда господь отступал от меня говорил неправду и написали это что удивительно это и в этих случаях никаких авторитетов не нужно бояться то что прочитанное согласно с библией но не согласно с нашей жизнью нужно немедленно вводить в нашу жизнь совершенно отбрасывая общепринятое неверное мнение неверное научение не согласно и с писанием поэтому чтобы не заблудиться изучите подлинный смысл писаний далее цитата веруем что божественное и священное писание внушено богом потому что потому мы должны верить ему беспрекословно послание восточных патриархов далее цитата когда читаешь божественное писание то не имею ввиду чтобы только прочитать лист за листом но с размышлением вникай в каждое слово и когда какие слова заставят тебя углубиться в себя или вызовут сокрушение или исполнят сердце твои духовной радости и любовью остановись на них это бог приблизился к тебе смиренно прими его открытым сердцем так как он сам хочет чтобы ты приобщился его если ради этого придется тебе оставить неисполненным то что положено было для этой духовной цели не беспокойся об этом ибо цель всех духовных занятий сподобиться вкушение бога и когда это дано нечего останавливаться на средствах к нему и и когда размышляешь о чем-нибудь божественном особенно о страданиях христа господа остановись на том от чего придешь в умиление и побольше займи этим свое внимание чтобы продлилось это святое чувство однако и большим препятствием сохранению внутреннего мира является непреложное обязательство прочитывать в день определенное число кофизм из псалтири глав из евангелия и апостольских посланий положившие себя это за правило обычно спешат прочитать все не заботясь о том приходит ли сердце в умиление от прочитанного и порождаются ли в уме какие-либо духовные мысли и созерцание а если не удастся им все прочитать тревожатся и смущаются не о том что лишились духовных плодов почтения для для созидания внутреннего своего человека а что не все прочитано еще цитата когда занимаешься чтением слова божия представляет что за каждым словом присутствует бог и принимая их как бы исходящими из его божественных преподобный никодим святогорец еще цитата желающие получить какой-либо плод от того что прочитывать в священном писании не должны оставлять без внимания ни одного слова поэтому то и заповедано нам изучать писание что многое с первого взгляда показавшиеся простым заключает в себе глубокий смысл источник света слово божие будучи исполнена света и источая свет она просвещает и озаряет души верных святитель иран златоуст а я вот считаю вот это комментарии сегодня вот игнать тихонько говорит о об интонации или о папосе еще мне как-то вот тоже смутило это то есть я читаю молитвы я понимаю что смотрит на меня весь мир я стараюсь как мне господь на сердце полагает я эти слова выделяю интонацию с ну что люди я советую художения техникам до потому что иногда люди читают и видно что он не понимаю о чём читает то есть без смысла Да 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 ошибок можно сказать казнить нельзя помиловать ты тут вот казнить нельзя помиловать а можно сказать «казнить нельзя помиловать», то есть ну как без интонации, смысл теряется здесь по смыслу еще и как 2000 лет черковники учат читать молитвы без воодушевления, специально заставляют мало то, что непонятно, а когда еще на непонятном языке еще и без выражения бывает, что на русском, а человек читает без выражения, и смысл теряется смысл, потому что я перед тем, как что-то там ну, преподать Виктор Савченко, он встает в 6 утра он эту географию уже 10 лет преподает он каждый раз заново читает, зачем? ну, что, во-первых, памяти стирается во-вторых, что надо детям донести, чтобы они поняли что так веролашек я вам 7 раз уже объясняю, я уже на 7 раз сам помню а вы все до сих пор не это самое я тоже хотел по этому поводу сказать а вот заметили, что у нас называется поп-музыка ее еще поп-са называют популярная, да и иногда начинают, когда говорить эти артисты вдруг кто-то вышел и что-то сказал несколько слов этот, певец и я слушаю, думаю, кто ты такой? я тебя вообще не знаю, по голосу вообще не узнать они только поют то есть им вложили слова, уста и они поют и они поют девизами какими-то ну вот как Гитлер говорил если слышали его не проповеди, а агитацию он говорил заученными четкими фразами и всем все понятно стало и это все расходилось как летучее все Ленин тот по завуалированию говорил а вот эти певцы они берут тем, что народ он перестал думать когда человеку говоришь вот это что-то или тезисами такими девизами или что-то такое быстрое, бессмысленное человек перестает думать и вот сколько и вот сейчас я в больнице лежал да хоть где только не лежал я спрашиваю вот ты ходил там военно лежит парень или она там умирает это и 41 год ему я его спрашиваю ты вот ходил в церковь конечно ходил да и неоднократно постоянно в церкви этот парень и я говорю ну скажи ты там что понимаешь я ну а что я должен понимать он даже не понимает что там надо понимать он просто приходит и он мне хорошо понимаешь церковь мне хорошо я пришел в церковь мне вот так хорошо и я опять хочу туда пойти потому что я вышел из церкви вот в эту жизнь попал и вот все плохо зашел в церковь и мне вот хорошо я говорю а что ты понимаешь что тебе хорошо а что я должен понимать я ничего не понимаю а другие говорят вот там дед лежал военный 25 лет назад он был он говорит а в церкви я в церковь не хожу я сходил несколько раз я там ничего не понимаю и он сидит и читает мелкое мелкое Евангелие я ему подарил крупное я говорю вот тут крупное Глеб Патриарши он не мне не надо а потом на утро такой эй эй Игорек я говорю что такое а ты там мне что-то показывал такую красную книжечку ну-ка еще раз покажи я ему раз он ой а днем-то вижу хороший шрифт ты что можешь мне ее подарить я говорю я вчера дарил вам взял и читает уже дед на русском языке читает все читает я говорю так понятно вот тут понятно все конечно то есть люди сами кто дошел тот понимает с тем можно беседовать он меня защищает этот военный я начал говорить какая община должна быть ну так он такой раз встрепенулся то умирает тут раз такой сел и такой это ты этот и Егова я говорю игорист в смысле ну да я говорю ну какой я игорист ты что я тебе сколько о православии говорил о церкви а что-то как-то ты так разговариваешь о церкви это что-то не так одет ему этот да ты что он тебе вот что объясняет то что в церкви не один священник должен быть а все должны там вот люди трудиться там и так далее Бог-то ну ко всем пришел Иисус Христос я думаю ну как вот так вот получается из людей сделали полных манкуртов вот как вот в этой жизни вот эти певцы делают вот так священники делают из людей вот таких же точно популярных посетителей церкви ну поп я тебе напомню а вернее ты уже расскажешь скажи когда заболел царь Языки дальше что было пришел к нему Исаия пришел никакой был разговор и с чем закончилось ну там разговор был о том что он говорит знамение будет тебе нет он не знамение сказал он сказал ты умрешь а не ну да ты умрешь ты умрешь да потом дальше и что он сделал Языки это отвернулся и заплакал отвернулся на кровати и стал плакать к стенке чтобы не видели как лицо ложится и прочь царь все таки а прох Исаия свое дело сделал сказал и пошел а Господь его остановил в ситуацию вмешивается сам Бог Иегова и что Бог говорит Исаия Господь остановил и говорит иди вернись и скажи ему что я еще даю ему 15 лет жизни за то что он покаялся за то что он кается за то что плачет хорошо слезы растопили раковую опухоль все у него ушло но дело то еще в чем он говорит возьми сорви что он ему лекарство приложил туда кроме слов ну Дудом почитаешь там можно зарядить на слово смоквар а смоквар да он приложил и исцелился а теперь когда Языки это узнал знамение что тень пошла назад на 15 ступени а дальше то он что стал молиться и как в молитве что его было он говорит я тихо буду проводить дни мои теперь я уже не буду горды бащить и даешь Донбасс дойдешь мне прогресс теперь тихо буду проводить дни мои я сейчас отошел глянул на одного из наших недавно он болел и мне кажется какой тихонький сидит спокойно тихо проводим дни мои смоква это похоже на нашу тыкву нет смоква это инжир типа инжира на дереве вот такая брат история аналогия тихо буду проводить дни мои нигде не выступает все а что с ним сделалось ничего бог услышал молитву и он понял и для него теперь ничего нет главнее ты помнишь когда баланс разговаривает с этим сидит и говорит ну да можно согласиться что смерть неизбежна а она говорит неожиданно неизбежна человек смертен да не просто смертен он внезапно смертен но если кирпич упадет сверху вам кирпич не грозит кирпич кирпич просто так и на кого не грозит он здорово поставлен на это оккупант оккупанты говорит зарежут да нет говорит комсомол знаете как вот не внезапно я одно дело хотел тебе на ухо что сказать да думаю и как то другое завещание то дал какой-нибудь нет ничего не дал православный как проповедовал о смерти а то ты его обмакнул с пастелением его жмачу за стартиста пострадал вот так ты накажи я тебе не шут я наговорю я тебе еще не могу предложить кроме хорошего тис 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 скворцы поют у нас на кладбище моя скворечница висит там да да еще что больше я еще тебе сказать не могу благодарю вас один святой интерес ты ты змей ты проклятый да ты в огне будешь гореть потом больше ничего не придумаю сказать все все сказал и сам же стоит себя и говорит а самого казнят в этот же момент а больше ничего не могу сказать высказал все буду тихо проводить дни мои тоже надо из всего брать урок и буду тихо проводить дни мои вообще здорово а знаете после этого пришли слышали о его болезни пришли послы сирийские тихо еще он показал еще с этими послами сделал открыл сокровищ открыл провел и показал откуда золото где какие лежат древние евангелия у него лежат где папирусы какие лежат ну все показал какой где гобелен висит а зачем приходили а то зачем показал соблюдать да да вот это все идет туда к ним блажен господь основе клин возьмут кастрирует обрежут как надо дивное дело бог делает и все лишь бы мне 15 лет прожить ни слова сказал ни слова не стоя в раба забрал у него фараон ты скажешь что сестра фараон забрал их себе под бог он говорит чтобы мне хорошо было мне лишь бы хорошо было но удивительное дело что ничего не было и бог навел когда фильм это показывает они все слуги фараон все кашлят разогнуться не могут и открыто было что за старую за красавицу она вот она сидит верни ее и он еще агарь ему там дал или что ее разукрасили я имею в виду сетлянку наградил его и отпустил с миром ты навел на нас какую беду а почему защита божья да какая же он жену сказал подожди ты египтян знаешь нет насколько они походливые насколько злонравные а он бы это моя жена не дам я бы сразу убили в тот же день и забрали ее дело того чем он спасти не мог не мог уже все да как же так вы не защищаете ну ты защитишь нет когда параоны вокруг 1500 воины стоят у каждого лук натянутый тебя сейчас решетость сделать дуршлаг дурин такой дуршлаг что дурь один в сторону шаг только закончился тогда понятно так считай тогда вякал все сделал правильно авраам и мне будет хорошо причем он заранее же это знал это было уже не 17 лет и он авраам с ней играл там исаак та же была как что означало игра обнимались бегали догоняющими но народ крепкий был и слуги заметили сказали там такая пришла ну какая она пришла все то же самое нет давай сюда когда подцепил и с крыши увидел купается а у самого 10 жен ну ничего другого-то нету приведите ко мне да ты же псалмой писал все забыто женщина какую власть имеет совершенно вот он ущет кобеля он слушается никуда но если рядом окажется сечная стука он его даже на секунду не вспомнит вот этого гражданина глиссировщика все его как будто не бывало и не удержать ничего нельзя не сделать а почему а спроси его урага ну как ураган унесется у тебя и драться будет его уши откусит и за что драться-то будет а вот так уж мы должны все предъявить на сегодняшний день к нам 1 Тимофе 1.5 цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры толкования если ты говорит будешь увещевать не учить иному ты достигнешь того именно любви если внедришь в них любовь то и всякий растленный догмат не найдет среди них места прежде когда не было любви существовала зависть от зависти властолюбия властолюбия желания учить отсюда и ереси а теперь не так он требует любви искренней любви не на словах но от сердца и сердца чистого непомраченного лицемерием любви которая образуется из душевного расположения и сострадания когда разбойники любят разбойников это происходит не от благой совести а от злой и не от веры нелицемерной кто искренне верует в Бога тот не допустит когда-либо отступить от истинной любви ибо она обнимет всех а разбойник убивает проходящих мимо отсюда может заключить что кто не имеет любви у того нет и веры но вот Игнать Тихонич тех же баптистов послушаешь как они молятся и вот кажется что у них вера настолько искренняя а иному они учатся а здесь написано что иному от властолюбия от лицемерия само начало властолюбия зачем было отделяться а теперь баптисты что а у вас иконы ну ладно на этом иконы иконы а теперь сколько новых тысячу сект у кого икон нету теперь зачем отделяться первое хотя бы признак объясняющий какой-то был если вообще ничего нету у вас иконы святые молятся у баптистов не молятся зачем от них адвентистам теперь было образовываться а зачем от адвентистов теперь иеговистам а зачем от тех прочих мормонов хотя они не от них конца края нету почему властолюбия и они уже никогда от они отойдут вот понятно люди разделились святой Милетий и Павлин два епископа Милетия посадили люди разделились Милетиане здесь и Павликиане но явно что не так того освободили когда он пришел два храма друг к другу не ходят все одинаковое и они решили давай договоримся договор запишем в нотариусе заверим если я умру первый то мои все переходят к Кибир все чтобы не было двое а святые ко мне перейдут теперь будете молиться только о смерти чтобы не умереть и народ весь это знал вот представь себе люди ищут справедливость бассейн веке справедливый конечно он такой монах ой 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 ну ладно возник спор о храме кому храм принадлежит те доказывают мы строили а те мы строили да вы тогда были православны теперь видите не важно я кирпичи таскал раствор делал я пожаловал сюда 15 тысяч яиц куриных белок на же створ размешивался он как железо схватывает ну так ну а чей тогда Василий Великий говорит давайте так замкнем цепи все наложим запломбируем и вы будете молиться молиться при всех если вам дверь откроет Господь значит храм ваш ну а потом если мы то нам храма достанется но вы первые будете да мы первые ну давайте а то мы первые так у нас откроется и вам ничего не достанется давайте первые порог Илья Ваалам жрицам дозволил первым молиться они скакали били так ну а если вы помолитесь и не откроется храм тогда че опять на прежнем вернуться говорит а не тогда забирайте вы его православное восстание да как это у них не открылся у нас не открылся опять им отдавать да че тогда и молиться не надо понятно какой же ты он справедливый спросили да а все поняли несправедливо у них не открылся им храм отдавать еще это смеяться это над нами давайте Василий Игорь говорит да там у нас вера это никакой нет а зачем нам храм когда Бог нас не слышит и вы знаете как было те молились кричали скакали кололись еще нету кололись главное сегодня кололись то по другому понимать можно и далее православные стали молиться вы знаете какой произошел гром рванулась косяками все ворота эти вырвалась с цепями и все грохнулось и сколько ариан зашли в этот храм и стали православными живой Бог живой отвечает живым людям на живую молитву а вот они так молятся я спрашиваю баптистов обмирали люди да обмирали много и они говорят да говорят а сходится их мытарство с православными не сходится и никому из них ни разу не было показано что они секта не церковь если это от Бога почему не показано когда доказывать не надо вы появились в 17 веке 17 век а где 16 столетий вы были вас не было церковь застыла а церковь была она по вашему не было были с иконами со святыми церковь всегда это было почему ни одному видению это не было я простой вопрос ставлю если это от Бога значит от лукавый дух о чем говорит Серафим Роуз вот это пограничное состояние между реальным миром и параллельным как называют сегодня тут особенно свирепствуют демоны бесы черти они наворачивают показывают и человек может понять наяву это было или наяву вот как во сне проснется говорит человек где-то гнали за ним стреляли он с фронта и он не может надевиться деда наш говорит на войне был у него медали есть а про войну никогда не рассказывал никогда почему он боялся вернуться вот прошла неделя сейчас вот это вот на этой неделе мне Алектина Пантелеевна где она она была тут нет и она говорит у них умер там Седишев Александр Петрович уполномоченный по религиозным культом что умер да главный безбожник Алтайского края туда как правило ставили обычно на пенсию идет начальник КГБ там генерал-майор вот такие кем он был я не знаю но я зарядил в интернете посмотрел и он как пишет теперь уже теперь он в храм ходил все время последнее время с женой вместе Александр он начались оооо был стол у него там кабинет-то а там дом инвалидов есть на Булыбино ну и наши пошли познакомились там такие же аторты раздвинутые причастить-то надо ну начальник там разрешил но надо чтобы уполномоченный разрешил причастить трупы лежат парализованное но пошли и Надежда сильно пошла и к нему пришли он говорит причастить Ну, вообще-то бы, Боже, это больные же, никуда-то дальше-то не пойдет, то другое-то. А как ваша фамилия? Нагодерживая Сырна говорит, Лапкина. Лапкина? Как он соскочил, вокруг стола начал бегать, говорит. Он потерял рассудок. Страх какой на него нашел Лапкина. И ни под каким видом, никому не дал причаститься. И вот он умер, 97 лет было ему. 97. И кем он был, войну, я с ним разговаривал, сухонький такой, стоит в Покровском соборе, такой нормальный. Ну, выше маленько я с ним поговорил. Я говорю, а вы постыта соблюдаете? Да я не могу соблюдать. У меня язва желудка. А это было лет 25 назад. Ну, еще язва-то, перетерпел бы. Да нет, мне обязательно нужен бульончик с курочкой. А курочку-то кто тебе разрешил? А Войтович, отец Николай. Так это руководители вашей церкви, вашей, которую вы создали. Вы, КГБшники, они для вас и создали. Но только ты не спасешься этим. Сколько храмов ты закрыл? Я не закрывал, я открывал. Открывал, и тебя бы держали. Держали бы, да? Ваша задача была уничтожать. Как вы за мной подсматривали? Какие давали показания на меня, когда меня осудили? Умер. И что интересно, я все о нем знаю, на молитве встану. Я раздвоился умом. И охота помолиться за него, и я его знаю. Вот ум раздвоился у меня. День прошел, два, третий день на молитву встану, и он опять перед глазами. Он такой был сухонький, ростом, примерно, с Андрюши нашего, вот такого. И он прям такой усохший был. Вина не курил. И он пишет в биографии, моя мать была полячка. Полячка православная. Это в интернете я нашел. И вот я вернулся с фронта, был в трудных обстоятельствах. Это все теперь благодаря молитвам матери. Все вспомнил. А ты же после войны тебя поставили в Алтайском крае, полномочия по религиозным культом. А потом Лисенкова Геннадия Ивановича с Москвы прислали. Такой Маяковский стоит. А он у него помощником был. А тот вообще дубовый был вдрызг. Он и баптистов на всех нападал. И Лисенков у меня, для слова Божия, нет уст, там упоминается, когда он нас преследовал в этой книге. По радио там где. И что, у меня лагерь был, и он там на лагерь нападал, Лисенков. А этот нет. Он нигде у меня не упоминается. Они приватизировали Царство Небесное. Тут у меня есть такой рассказ один. Про него. Молиться или не молиться? В душе ее православное. А он ходил в последние годы, говорит, из храма не вылазил. Постился и пришел. Постился, не знаю, на Лифтинок где-то. А он где-то живет прям с ней, в одном этом, чуть ли не в доме. И она узнала, хоронят его. Вседешев. И вот если бы я сказал, помолиться, а у меня так противный такой, у меня не было этого. Вот охота помолиться, я не знаю, по сегодняшний день не решаясь. Про себя потихоньку. Так, Господи, если можешь, что-то сделай для него. То есть он в последние годы, лет 10, наверное, больше не лютовал. А для Бога достаточно 1 минуту, чтобы... Он же нас преследовал, давил, и к нему же жалость. Как Бог делает. Так он же на все конференции ходил. Помните, когда нас собирали здесь еще? Сейчас-то уж не собирали. Нигде не пакостил. Так не он поздравлял с праздником всех, всегда помните, это там перед праздником, или на Рождество было, или на Пасху. А ты помнишь, как нас тут собирали религиозные деятели? И евреи-то. Как они это? Ной. Нах. Нах. Какой-то Купчинский или какой-то такой. Да. Вот. И он вышел. Поздравляю всех еврейских руководителей. С Рождеством! А уши все развесили. Он не сказал с Рождеством Христовым. Он с Рождеством, может быть, Мошедаяна поздравлял. Антихриста. С Рождеством Антихриста. Так как, еврея, ты хочешь обмануть его? Нет, он работать не будет. Он будет искать, как тебя обмануть. Что тебе говорили? Он с Рождеством поздравил. С пейсями, в шляпе вот этой. Все как надо. Да. Каменецкий, по-моему. Каменецкий, да. Каменецкий. Рыжая большая борода, нетронутая. Он красиво выглядит. Шляпа у него, видно, интеллигентный такой. Я даже с ним маленько списался. Но прощать грехи мы не можем. Имам, а мы прощать грехи не можем. Ни у кого власти-то нет. У нас один батюшка. И собрать всех раввинов, всех имамов мул за 2000 лет. И у них нет ни одного, что у нашего батюшки есть. У него власть дана от Бога. Прощать, разрешать от грехов. А к ним не испыть никто не идет. Они и так все про всех знают. И что интересно, Берн Лазар вышел в Государственную Думу, чтобы обрезание признали государственным делом. Чтобы всех врачей научить обрезать. И делали официально, нормально. Обрезание. С обрезанием вышел. В православной стране. Ну и сразу рисует. Лежит большой банан и хромкоотрезанная там шкурка у него. Вот он, в интернете. Чтобы догадались, что такое. Вышел. И могут принять. А как принять? Насильно резать не будут. К тому, чтобы признали как акт крещению примерно так. Или как? Да, как акт крещению. Виде анекдота рассказывает. Батюшка дружил с одним раввином. Но договорились, ничего с машиной не делать. Одна машина на двоих. Но батюшка все-таки тайно пришел. И с пузырька похрапел. А тот узнал. А что он может? Доход говорит, что у холтной трубу маленько отрезал. А то может смеются просто над нашим братом. Как отец говорил, продергивают. Давай. Это умный народ. Господь говорит про них очень много. Вы умный, говорит, на зло. Если бы они Бога познали, какой бы пользу принесли? Я вчера тоже одного раввина слушал, пятиминутный ролик про холокост, он говорит, сам еврей. Он говорит, никто про это учителя не говорит, за что вот шесть миллионов-то. Они все, вы, вы нас, шесть миллионов, убили. И теперь они, говорит, коробочку посыпали цветочками. И теперь Германия им, как бы, ну, доложен. Репарации. Должны. А на самом деле ни один раввин не говорит, что Бог так сделал, что шесть миллионов евреев погубил, потому что евреи сами не то делали, что должны были делать. Но поэтому образовалось еврейское государство, а государство это, а если так будешь говорить, то уже пойдешь против государства, и поэтому все молчат с тряпочкой. Хвалиться надо. Мы молимся каждый день, дару мир Израилю, евреям, чтобы они познали тебя, Бога истинного, Мессию, неожидаемого Машаха из колена данного. И далее он причину указывает, за что Бог их убил-то в Великую Отечественную войну Гитлер восстал. Маркс. Вот они сели, вот эти революционные, это все же евреи были-то. Ну, социализм он, наверное, от Маркса взял. Вот за социализм. Свобода, равенство, братство, для немцев. У Троцкого какая фамилия? Бронштейн. Бронштейн. Ужасно. А вот сверхглава? Евреям запрещено было этим всем заниматься. Каутский как-нибудь. Социализм. А они делали это. И вот за это... Каутский, говорит, переписка Энгельса с этим, как его там без Каутский, в печку ее. Филипфили, поишку. Давай. У нас, говорит, ответственность коллективная. Чудил Маркса, отвечали вот эти 6 миллионов Холокостов. Видишь, как... Ну, конечно. И у нас так же патриарх не говорит, за что надо. Посчитай дальше. 1 Тимофея 1, 6. Отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Полкование. Слово отступив употребляется от тех, кто плохо стреляет. Поэтому и здесь, говорит, нужно искусство для того, чтобы прямо бросать, а не мимо цели. Но некоторые отступили от любви и веры, и вследствие этого уклонились в пустословие. А как это происходит? Он прибавляет следующее. 1 Тимофея 1, 7. Желая быть законно учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Поэтому им не воодушевление... Я читал у Лескова, как они евреи взяли в армию, а они стрелять не стреляют, говорят. Вот так выстрелят, а дальше ружья, он так падает на спину. И ничего не могли сделать. Ну тогда какого-то старого капрала призвали. Ты мог бы сделать, чтобы они не падали назад? Он говорит, могу. А как? Он начал не с этого. Скажи, плавать умеешь? Он нет, не умеет. А ты не умеешь. Он отобрал, который плавать не умеет. Ну и дальше, как у нас, сделал пирс. И стрелять с пирса, а падает, а некуда в воду, а там талонки. А это, понял, высоко падает, не уплотиться, ничего нету. А они стали стрелять. А это пишет Лесков Николай Семенович. А я дальше понял. Научили стрелять? И теперь эти пульки в Ипатийском подвале будут раздирать нежное тело царевище и царевин. Научили стрелять евреев. А теперь, которые расстрелились, как все евреи. Сегодня все пишут. Зачем было их учить? Они не хотят стрелять. Но. Не хотят. И надо было это принять. А то оседлость, выезжать нельзя, в университете нельзя. Еще Мелехов говорит, помнилось, что этого делать нельзя. И не дай бог будет революция, они все в революции потянутся. А они не то, что потянулись, они других туда потянули. На Голубоку застарем всю Россию. Такая, этот, архиерейский суд, такая же тоже. Пацаненку 10 лет его отдают в рекруты. Да. В солдаты, пацаненка. Да, ка там рекруты по 25 лет служили. Как он плакал-то везде, отец, ну падал-то, вообще ужас. Не хотел, чтобы мальчонка шел в солдаты. А мальчонка, допустим, пошел в солдаты. 25 лет служили. Так он к 35 годам убийца станет настоящий. На главной досплайер, но туда кто? Свой же еврей. Свой еврей продал, пацанам. Он знал на практике, как это. Пошли. Еще раз зачитаю. 1 Тимофея 1.7. Желая быть законно учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Толкование. То есть, страдая властолюбием и страстью к славе. Они не были бы такими, если бы имели любовь и веру. Здесь он обвиняет их в том, что они не знают ни цели закона, ни времени, до которого ему предназначено было властвовать. Но, может быть, грешили по неведению и потому не заслуживают осуждения. Нет. Их неведение произошло от властолюбия и от того, что они не имели любви. Ибо, говорит, желая быть законодателями и законоучителями, они не обращают внимания на истину. Так что они сами виноваты в своем неведении. О чем же они утверждают? Может быть, об очищениях и разных других телесных действиях, соблюдавшихся по закону. А внешне? Внешность чашек. Интересно. Паспорт – это определение человека. Идентифицирует от других личностей. Придумали. Национальности нет. А почему? Чтобы слово «юрей» не писать. Единственное, почему. Раз его убирают, а так, может быть, не убирают, его сразу высчитать. У всех убрать. Да это главное. Национальность. Мало того, раньше указывали, вера какая, рост его. Какие признаки, там, шрамы на спине, бородавка. Все описывали. Тогда его труднее будет. Бородавку вырезать нельзя, там, бородимое пятно не выведешь. Ничего этого нет сейчас. А эта-то бумажка-то, ну, правда, роговисту сейчас снимает. Отпечатки пальцев это еще может быть. Ведь придумали, как национальности нету. Дальше некуда идти. Национальности. Даже у кошки и то там какой-то персик, говорит, персянки там, и какие там. Порода существует. Священная Бирма. Овчарка немецкая. У нее и то список, это национальность есть. У нашей даже редки. Американский док. Голуби, вот какие есть там, и говорят, краснодарский. Чихуахуа. Иранский. Чихуахуа. Мексиканские собачки маленькие. Нет, национальности нету. Никому не интересно. Очень интересно. Мне очень интересно. К примеру. Должна быть написана группа крови. Какой резус. Рост, вес, пятна какие. А я лежал, это Абрам, это как, Абрам Ааронович. А Ааронович даже. А у меня Моисей Ааронович был по психиатрии. А другой, Седрах, Акопян, Седрах, как же его там дашь. Соломонович. Ну не Соломонович, но типа такого. Ну ладно. Рувимович, вот. Акопян, Седрах, Рувимович. Да это кто? Он хирург. Да он сейчас, это связан с Армянами. Акопян. Но он армянский грузин. В Грузии. Армянский грузин. Родился сам армянин, но у него в родовее евреи. Да, много чего говорит Горация есть. А с ним еще мы не знаем. Брат мой Горация. Ну что, пошли? Все? Ну все на сегодня. Все. Как говорит там видеосниматель. Я не пойму, вот паспорта. Это еще хотят какие-то... Так а куда делись? Геометрические будут еще. А уехали, Саша приехал. Паспорта, там тоже... Ребятами. Посмотри, вот здесь там. Все, уже все. Ангел в Апиаше благодатней, чистая дева, радуйся. И по Кирику радуйся. Твой Сын воскресе, ты, не ли, наш гроба. Студя. И мертвые воздвигнувые люди, веселитесь. Светися, светися. Новые русажины, слава Бога Господня, на тебе, Россия. Любой ныне, веселиться, Сеоне. Ты же чистая, красуйся, Богородица. А восстание, Рождество Твоего. Да, Тихоич, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы прославляем Твое святое имя ради любви Твоей, за Сына Твоего Иисуса Христа, умершего за наши грехи по Писанию, за то избрание, которое совершил над нами, слава Тебе. Прости нам наши согрешения, вольные и невольные, умея помышления, и благослови, и не помяни в судный день. Посети страдающих за Слово Твое, убиваемых. Дай им силы все перенести, и прими их в обители вечные, эту Анну, о которой мы услышали. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву в изъянии рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими, Владыка, небо и земли, нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб Твой. Говори, Господи, простите, Боже. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Я хотел спросить, щукиной-то отправили или нет картошку? Вы носили? Ну, щукиной отправили или нет? Ну, вы сказали отправить.